Привет! Сейчас я расскажу всё о Project Mugen, фритплейной гачи RPG в большом городе. Игру называют ребёнком GTA и Genshin Impact, и убийцы последней. Известные герои, механики, подробности, кадры геймплея и предположения о будущей игре. Всё это ты узнаешь в следующие минуты. Жми лайк, подписку и поехали! Итак, что есть по игре на данный момент? Главный сайт, на котором можно оформить предрегистрацию, группа в Дискорде и два видео. Сюжетный геймплейный трейлер с Gamescom и маленький дневник разработчиков. Маловато, но что поделать. Именно на этих источниках я и буду основываться. Для начала общая информация. Project Mugen — это бесплатная RPG в открытом мире в сеттинге городского фэнтези с гачи-механикой. Мы — один из эсперов, владеем сверхспособностями и исследуем аномалии и паранормальщину. В своём путешествии мы встретим товарищей и будем сражаться с хаосом, исследовать города, да, именно города, если верить описанию авторов, и решать всякие проблемы. Боёвку у нас как в Геншине, в реальном времени. Показали ульту персонажей, их специальные способности, ну и просто кадры геймплея. Смену персонажа в бою не продемонстрировали, но, скорее всего, работать это будет так же, как в Геншине или в Tower of Fantasy. То есть один подконтрольный персонаж, меняющий обличие. И, естественно, всех привлёк город и система передвижения. Разработчики уделили этим аспектам очень много внимания и постарались сделать перемещение захватывающим, а исследование мира интересным. Игра выйдет на бобилках, ПК и Пейстейшн. Если судить по сайту, на старте будет две озвучки, японская и китайская, а также, возможно, английская. Издателем выступает NetEase, и это не очень хорошо. Компания известна своей жёсткой моделью монетизации и стремлением брать деньги чуть ли не за каждый шаг. Именно она ответственна за релиз скандальной Diablo Immortal. Дата релиза пока неизвестна, но количество предрегистраций перевалило за отметку в 3 миллиона, и вполне возможно, что в ближайшие месяцы игра выйти должна. Обычно предварительную регистрацию открывают незадолго до релиза. Ну а теперь обсудим подробнее мир и сюжет игры. Действие Project Mugen происходит на планете, похожей на Землю. Здесь городские легенды становятся реальностью, а люди сосуществуют со сверхъестественными созданиями. Авторы называют игру любовным письмом к городскому фэнтези, и вообще слово urban, урбанистический и городской, часто мелькает в сообщениях разработчиков и трейлерах игры. Так что этому аспекту уделяет прям много внимания. Мир игры условно делится на два измерения, обычное и паранормальное. Неизвестно, будем ли мы путешествовать в паранормальном измерении, но все противники и сверхъестественные сущности появляются именно из него. Главный герой — Эспер, которым называют бесконечным триггером. Нам пока не объяснили, что это значит. Возможно, он может неограниченное количество раз взаимодействовать с изнанкой мира, ну или что-то в этом роде. Мотивацией главного героя станет потеря памяти и спасение мира. О завязке игры я сейчас буду судить по сюжетному трейлеру, однозначной информации пока что, к сожалению, нет. Итак, в городе, где происходят события, начинают пропадать люди. Эсперы исследуют это происшествие, и оказывается, что количество прорывов хаоса увеличивается. Каким-то образом главный герой оказывается во все это втянут, попутно теряет память и получает какую-то суперсилу бесконечного триггера. Отряд героя бросает вызов хаосу, но проигрывает из-за гигантской призрачной девушки, которая кидается метеорами. Об этом нам прямо говорит девочка-зайчик. Кто-то случается, и нам, как игрокам, придется чистить город от хаоса, спасать людей и исследовать мир. Как-то так. Судя по всему, гигантская девушка и главный герой как-то связаны. Нам показали закованную в цепи красавицу, проекция которой, видимо, и шастала по городу. Зовут ее Дива, и, судя по всему, она тоже станет частью отряда. Пока трудно сказать, кто нам противостоит. В трейлере показали, как обычные люди превращаются в солдат хаоса, который атакует главного героя. Еще я приметил разбитую луну на заднем плане, но, опять же, сложно сказать, была она такой всегда или разбилась в прологе. Одни догадки, но оно и удивительно. Разработчики обещают уделить большое внимание лору и проработке мира игры. Ну, а теперь о геймплей. Перед нами классическая слэшер-гача. Не Ханкайстер Рейл, и то хорошо, потому что пошаговые бои пришлись, ну, далеко не все. У нас есть отряд из четырех персонажей. У каждого есть ульта и, скорее всего, одна обычная способность. Ешка, если говорить на геншин-ымпактовском. У каждого персонажа есть свое оружие. У девочки-кролика молот, мопед. У любительницы граффити что-то похожее на страйкбольный пистолет-пулемет, стреляющий краской. Есть и классические катана, и бейсбольная бита. В общем, в этом плане разнообразие имеется. У персонажей, пока не ясно у всех ли, есть способность к телекинезу. Окружающие предметы можно и нужно кидать во врагов. Враги, кстати, тоже не выкомшиты и кидают в нас, например, гранаты. Полоски хп выглядят следующим образом и мелькают только один раз. Сам интерфейс либо крайне минималистичен, либо его просто скрыли для демонстрации геймплея, так что тут пока ничего сказать не могу. Такс, теперь о передвижении и мире. Нам обещают бесшовный мир. В магазины можно будет зайти на лету, без загрузок. Разработчики готовят различные игровые активности, как сражения с солдатами хаоса, так и типичные городские развлечения вроде аркадных автоматов, глажение котиков и исследования подворотен. За открытие карты будут отвечать, скорее всего, вот эти конструкции, смахивают они на прорывы хаоса или, ну, что-то в этом роде. Скорее всего, как в Ассасине или Геншине, их нужно будет активировать, чтобы открыть карту района. Ну и самое сладенькое — система перемещения. Можно будет летать по городу на веб-шутерах, бегать, плавать, перемещаться с помощью метро и использовать различный транспорт. У девочки-кролика вообще есть свой мопед. Возможно, даже как в GTA, мы получим возможность брать почти любой транспорт и, ну, перемещаться на нем. Разработчики долго работали над системой передвижения и, по их словам, слепили все так, чтобы один способ мог легко перетекать в другой. Вот на этих кадрах это все дело видно. Для разработки самого города используют технологию процедурной генерации. Нам показали это в дневнике разработчиков. С одной стороны, круто, ведь обновления будут выходить быстрее, а с другой — не потеряет ли город индивидуальность. Вот как бы вопрос. Посмотрим. Ну и помелочи. Как в старые, у героев есть мобильный телефон, с помощью которого можно общаться, а в углу экрана на некоторых кадрах можно увидеть UID — уникальный идентификатор игрока, знакомый фанатам игр «Хоеверс». Напоследок взглянем на персонажей. Помимо главного героя, в трейлерах можно увидеть 7 других героев, каждый со своими способностями и индивидуальностью. Пока неизвестно, каким образом мы будем их выбивать, но выглядят они ей интересно. Банси — это девушка с яркой внешностью. Она уличный художник, способный как творить, так и разрушать. Ее страсть — граффити. Вооружена девушка с трайкбольным пистолетом-пулеметом, похожим на P90. Тэффи привлекла игроков своей милотой и непоседливостью. Эта малышка вооружена молотом, который трансформируется в мопед, с его помощью она может перемещаться по городу, и с ним же связаны ее активные способности. Она может в прямом смысле наехать на противника, а ее ульта смахивает на ульту Кицин из Геншина. Характер у девушки ленивый, а жизненная философия сводится к следующим принципам. Никогда не делай ничего раздражающего. Оплата всегда. Чем больше оплаты, тем лучше. Работа 5 минут, отдых 2 часа. Достаточно похвальная концепция, но мы идем дальше. Дио — это окутанная тайной девушка, которая расследует случившуюся в начале игры катастрофу. Она же мелькает в трейлере, рискованная цепями. Как я уже говорил, возможно, в самом начале мы и спасаем ее, и она присоединяется к отряду, чтобы противостоять хаосу. Как и гигантская девушка, способна управлять метеорами, если верить официальному описанию. Механика — да, именно так зовут эту красавицу — это рабочий призрак, способный оживлять машину. Официальное описание звучит следующим образом. Ангел-хранитель, который не любит ничего, кроме как помогать людям и баловаться тарелкой или даже тремя картошки фри. В текущих трейлерах ее особо нельзя увидеть, она мелькнула в кинотеатре и в клубе, но я даже не могу сказать, чем она вооружена. Судя по лору, персонаж будет призывать духи машин или использовать различные гаджеты. Выглядят эти духи как милые барашки, уже мелькнувшие в трейлере и на одном из артов игры. Алана, единственного на данный момент мужского персонажа, называет социальной бабочкой. Он торговец информацией, которая помогает всем, кто просит. При этом парень подрабатывает моделью и учится. Он вырос во влиятельной семье, но не боится иметь дело и с криминальными элементами. Вооружен персонаж Йо-Йо и мастерски орудует своим оружием. Сильная атака делает два разреза с помощью Йо-Йо, а активная способность создает что-то вроде дисковой пилы, наносящей постоянный урон. Описанные ранее персонажи имеют свои странички на официальном сайте. Помимо них в трейлере мелькает главный герой, ну еще бы, яркая огненная девушка с бейсбольной битой и хвостиком, и красавица в школьной форме с темными волосами и бокеном, деревянной катаной для тренировок. Главный герой активно использует телекинез, у огненной девушки ульта это охваченный пламенем удар битой, а школьница использует бокен как лук во время ульты. И, пожалуй, это пока что вся относительно достоверная информация об игре. Я не хочу строить каких-то предположений и откровенных теорий, так что ждем новых трейлеров и статей на сайте, ну на официальном сайте и в дискорде проекта, а также точную дату выхода Project Mugen. А ты пиши в комментариях, ждешь ли игру и что думаешь о сеттинге, а также подписывайся, чтобы не пропустить новые видео. Удачного дня!